Специальный проект журналистов Радиус ФМ. Полезный диалог. Интересные гости, важные темы, компетентное мнение. Эфир достойный вашего внимания. Дачный сезон. 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 Дынями и разными экзотическими фруктами. То есть, в принципе, картошка уже поднадоела всем. А вот какие-то интересные вещи люди сейчас осваивают с большим удовольствием. Нетрадиционные для нашей полосы. Когда-то. Ну, на сегодняшний момент также многие отказываются от огородов. Говорят, что дача создана для того, чтобы там отдыхать. Засею все газоном. Дрова будет расти. И, в принципе, делать мне ничего не нужно будет. Вот такое мнение может быть ошибочным. Либо все равно. Нет, ну почему же. Каждый выбирает для себя. Такие дачи тоже есть. Они имеют право на жизнь. Кому что нравится. Вот если я, к примеру, хочу минимизировать абсолютно весь труд. Не хочу там ничего делать. Но хочу, чтобы все было там обустроено, комфортно. Все равно мне придется наверняка работать. Давайте расскажем о минимуме. Как содержать дачу? Максим, когда происходит разговор ландшафтника с заказчиком, ландшафтного дизайнера, первое, что ландшафтники слышат, это именно просьба. Сделайте мне, пожалуйста, сад, который малоуходный. То есть человек считает, что ему высадят какой-то сад, и ландшафтник уйдет, и работать не нужно на этом участке. То есть это многолетние цветы, деревья. Да, но все равно, согласитесь, что каждое растение, все равно даже та же трава, оно все требует ухода. Не бывает такого, что ты забыл на год, и на следующий год у тебя снова выросли цветы, снова все заколосилось. Такого не бывает. Даже если это трава, ее нужно постричь. Если это простые кусты, деревья, то, конечно, за ними нужно ухаживать. То есть дача — это навсегда? Конечно. Смотря что человек выберет. Можно самому работать, можно кого-то приглашать. Если есть желание, можно жить в свое удовольствие. И финансовые возможности. Да. Эльвира забыла добавить. А много уже белорусов, которые нанимают людей не только для организации ландшафта, а вот давайте поговорим и об этом, как много белорусов, которые привлекают специалистов, дизайнеров в области ландшафта для того, чтобы обустроить свои дачи. Мы говорим о приусадебных участках, я не говорю об архитекторах, о доме, а сейчас об участках. Развивается это направление? Таких людей все больше и больше, либо кто-то все сам и сам? Да. Вы знаете, взаимодействие дачников и ландшафтников, оно в последнее время тесное. И этому есть причины. Все-таки ландшафтные дизайнеры это специалисты, которые могут прийти и независимым взглядом оценить, посмотреть и что-то порекомендовать. Я раньше всегда занималась своим участком самостоятельно. Мне казалось, что никто не знает лучше меня, что там должно быть. Но с другой стороны, когда общаешься с садовниками, когда общаешься с людьми, которые занимаются непосредственно какими-то культурами, болезнями растений и так далее, то, естественно, я не могу сравниться со специалистами в познаниях. Я с удовольствием приглашу специалиста, чтобы он мне обрезал деревья плодовые. Ну, то есть на ту работу, которую я сама не могу сделать. А дорого это? Приглашать каких-то сторонних специалистов? Это должен быть человек-профессионал, либо можно привлекать, к примеру, опытного соседа? Почему нет? Опытного соседа тоже можно пригласить и вполне. Потому что очень многие садоводы-любители могут дать фору отдельным специалистам, которые просто сидят за столами годами и пишут книги и научные работы. Поэтому я за практиков. Мой следующий вопрос. Поговорим о таком понятии, как белорусская дача. Вот существует ли вообще такое понятие? Имеем ли мы право так говорить, выделять? Существуют ли какие-то элементы, которые говорят о том, что вот наши дачи белорусские, к примеру, отличаются? Ну, я не говорю уже о далеких западных странах, либо на далекий восток не пойдем. Соседние страны, наши белорусские дачи, отличаются от них? Ну, все-таки да, конечно. Потому что Запад, Америка и еще какие-то страны, это прежде всего газон при входе на территорию. Там какие-то минимум насаждений, красивые декоративные растения, хвойные. Но у нас все-таки дача – это грядки. Это какой-то минимальный сад. Хотя все и стремятся сейчас все это облагородить и сделать красиво для себя. Но, тем не менее, все-таки практическая составляющая – это, наверное, то, что отличает белорусских дачников. Дополнитель, Вера, что-нибудь? Да, с удовольствием. Даже можно не выезжать за пределы Беларуси, а путешествуя по Беларуси, можно заметить, что сады очень сильно отличаются. У меня родственники живут одни с западной части Беларуси, другой с восточной. Их участки просто разительно отличаются. Традиции разные, мода на цветы разные, на цветники. Как-то сложилась одна традиция в одном районе. Что касается севера и юга, правда, Наталья, тоже выбираются растения, которые могут жить именно в таких условиях. Казалось бы, перепады температуры небольшие, однако на растения это влияет. И, соответственно, и дачники выбирают. Даже на юге можно смело садить и абрикосы, и виноград. И он хорошо себя в наших условиях чувствует. Ну, это правильно, потому что людей всё-таки уже отличает грамотный подход сегодня. Век живи, век учись и смотри то, что за забором у соседа также обязательное правило хорошего дачника. Мы продолжим наш полезный диалог через небольшой промежуток времени. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о дачниках, о дачном ландшафте, о том, как вырастить хороший урожай. У нас в гостях эксперты Эльвира Королёва, редактор журнала «Садовый дизайн», и Наталья Гусакова, редактор журнала «Хозяин». Присылайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям в виде смс на короткий номер 3377. Полезный диалог. Компетентное мнение. Завтра в нашей стране стартуют большие выходные, а сегодня пятница. У кого-то сокращенный рабочий день, и многие отправятся на дачу. Такую возможность упустить нельзя. Тем более, что на даче можно и праздники праздновать. Сегодня мы говорим о дачниках, о дачном ландшафте, о том, как вырастить хороший урожай. У нас в гостях Эльвира Королёва, редактор журнала «Садовый дизайн», и Наталья Гусакова, редактор журнала «Хозяин». Наши радиослушатели могут задавать вопросы нашим экспертам. Номер для ваших смс-сообщений традиционный – 3377, либо оставляйте их в наших группах ВКонтакте, Фейсбук или Одноклассники. Также я напоминаю, что ведется прямая трансляция на нашем официальном канале в YouTube. Мой следующий вопрос. Нужно ли следовать каким-либо тенденциям дачного ландшафта, либо это желание каждого? Вот что хочу, то и делаю. Вот в таком случае, наверное, получится, что у каждого, с одной стороны, дачный участок будет отличаться. А может быть, наоборот, все будут похожи друг на друга. Безусловно, все стараются следовать моде, все пытаются выяснить, а что же сейчас, какие тенденции популярны. Но вы знаете, конечно, вопрос здесь однозначен. Это человек должен выбрать то, что ему ближе. Если он хочет на участке совместить и детскую площадку, и огородик, и место для шашлыков, для отдыха, то, конечно, он это должен реализовывать. Недавно общалась с интересным доцентом кафедры ландшафтного дизайна, и он произнес такую фразу, что нынче популярны сады, где можно поставить кресло, посадить дерево и сидеть с книгой, читать, наслаждаться видом этого дерева. Ну, это все, конечно, замечательно, но это теория, согласитесь. Лично я ему сразу возразила, я говорю, что на месте заказчика я бы не хотела у себя такой сад, потому что, ну, у меня тоже есть вот участок, и на нем есть все. Я хочу там жить, я хочу во всех садах белорусских. Это излюбленное такое строение на участках. Беседка есть, качели есть, огородик есть, конечно, зелень выращиваем, картошку даже, Наталья, да, вот у нас есть картошка ради удовольствия. И я думаю, что здесь еще какой-то присутствует такой вопрос хобби, то есть нравится тебе этим заниматься или нет. Мы, в принципе, любим это делать, для нас это отдых. Не является каким-то вопросом выживания, пропитания, да, вот эти все овощи, плоды. Но поскольку в семье есть дети, то очень приятно собирать свой урожай и его потом кушать всю зиму. Ну, то есть это какие-то символические грядки, вот в данном случае у вас? Вы знаете, символически у нас уже переросли в такие, что мы можем делиться с родственниками, соседями. Я думаю, что максималисты белорусы, да, в каком-то смысле. Если мы что-то делаем, то у нас это от души. Наталья, у вас есть дача? Да, есть. Было бы странно, если бы ее не было. Расскажите про свою дачу. Что вы там сделали такого, что люди могут удивиться? А может быть, это такая классическая дача в общем понимании, в которой есть все, что нужно, так же, как у Эльвиры? Вы знаете, я только начинаю, если честно. У нас есть дом, и вот в ближайшие большие выходные мы собираемся заняться обустройством дорожной сети. И я занимаюсь сейчас созданием каменистого садика. Вот, это начало. Это начало, но дом уже есть? Да. Так, хорошо, идем дальше. Мы сегодня говорим о дачах, о дачном ландшафте, а также о том, как вырастить хороший урожай. К нам поступают уже вопросы на смс номер 3377. Мы будем на них отвечать. Слушайте нас. А пока мой следующий вопрос. Есть множество газет, журналов, интернет-страницы, форумы. Вот дачники наверняка назовут несколько журналов и знают много журналов. Едут, к примеру, в электричке, обязательно покупают эти журналы. Многие выписывают. Но вот среди многообразия вот этой всей информации, как человеку выбрать ту идею, тот проект, который действительно, ну, что называется, мое? Вы совершенно верно заметили, что огромное количество информации, огромное количество изданий и интернет-источников, которые специализируются на подаче этой информации. И тут очень многие, даже, я бы сказала, большинство из этих вот средств массовой информации грешат перепечаткой материалов друг у друга. Открыл интернет, взял кусочек материала, опубликовал у себя. К сожалению, это так. Очень часто эта информация подается непрофессионально в связи с этим. Поэтому, ну, просто не могу не прорекламировать наш журнал, которому уже более 90 лет. И у нас информация подается профессионалами. И она вся проверена. И мы подходим к этому более чем серьезно. И мы вот в этом году создали такой еще ресурс дополнительный, интернет-портал хозяин.бай. То есть всю информацию, которую можно читать на страницах наших журналов, садовый дизайн и хозяин, можно читать. А также не покупать журнал, а заходить на интернет-портал и все узнавать. Скажите, а кто эти люди, вот дачник, вот в моем понимании дачник, это скорее пенсионеры. Вот может быть это стереотип. Кто работает и кто пишет в ваших журналах статьи и исследует эту почву? Кто пишет наш журнал? Вы знаете, это, как я уже заметила, профессионалы своего дела. Это ученые, которые работают в институтах плодоводства, овощеводства, ботаническом саду, институтах в горках. То есть это аграрии. Это люди с высшим образованием, часто с научной степенью и званием, которые очень хорошо разбираются в своих вопросах. Но это не значит, что у нас нет материалов, которые прислали сами дачники. Они тоже народ активный, образованный нынче, и они не только работают на своей земле, но и в состоянии сейчас подать информацию о том, что они сделали, очень интересно. И большой популярностью пользуются эти рубрики, где публикуют материалы именно практики. Итак, мой вопрос, наверное, далее будет следовать, адресован будет Эльвире. Поговорим о заборе. Говорят, чем выше забор, тем лучше соседи. Есть много людей, которые огораживают себя забором, и данный переусадебный участок напоминает не место отдыха, а места некоторые иные. А есть те, кто не устанавливает забор вовсе, предпочитает какую-то живую изгородь. Вот, наверное, сколько дач, у каждого забор отличается. Давайте поговорим об этом. Максим, да, вы видите, что при слове «забор» мы сразу с Натальей дружно заулыбались, потому что забор, очень часто возникает вопрос забора в материалах наших, очень часто пишут, какой забор установить, спрашивают и ландшафтные дизайнеры, также говорят, что основной вопрос к ним, основная просьба – это, чтобы был забор непременно. То есть мы живем не на Западе, у нас не может отсутствовать забор, забор нам нужен непременно большой, высокий, чтобы ничего не было видно желательно. Вы знаете, ландшафтные дизайнеры, конечно, сетуют на то, что заборы слишком высокие. Они не должны быть таковыми. Но что делать, если хотят дачники такой забор высокий, чтобы никто ничего не видел. И мы иногда можем ехать по районам Минска, и я отмечаю, что действительно трехметровые, четырехметровые заборы. Создается не очень приятное впечатление, потому что всегда интересно заглянуть кому-то, не из любопытства, а просто чтобы не было загороженного пространства, чтобы было приятно… Яблочко сорвать. Ну, чтобы было приятно идти по улице. Заборы сейчас в моде также, да, зеленые заборы из Туй и прочих кустарников, колючих иногда кустарников, тоже и такие есть потребности, чтобы никто даже не смог дотронуться, да, и то, что близко подойти. Скажите, а вот такой забор, это живая изгородь, правильно называется, он будет стоить дороже, нежели чем какие-то конструкции? Это зависит от культуры. Вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос однозначно, потому что, смотря какую культуру выбирает заказчик, если это, ну, какой-то кипарис, скажем, итальянский и везется откуда-то издалека, то, конечно, это будет очень дорого стоить. Но можно обойтись и нашими белорусскими культурами, и очень будет бюджетный вариант зеленого забора. Ну, за ним, опять же, нужно ухаживать. Это не бетонный забор, который ты установил, и он стоит, а его нужно срезать, он болеет, его нужно поливать. Скажите, а какая вот оптимальная высота забора с точки зрения ландшафта для того, чтобы это выглядело эстетически хорошо и в то же время, чтобы, ну, как-то тебя немножко защищало? Опять же, не смогу вам однозначного ответа дать. Все зависит от местности. Обычно приходишь на участок и решаешь, именно глядя на здание, на строение, да, на основной дом, что у тебя рядом, что по соседству. Если у соседей, например, какая-то неприглядная пристройка стоит на участке, ты хочешь закрыть, конечно, будет повыше забор. Все зависит от территории. Вы знаете, но отношение к забору сейчас, кстати, очень меняется, потому что люди все-таки видят, как в других странах это происходит, когда нет заборов вообще, или есть какой-то чисто символический маленький заборчик на уровне колена. И поэтому люди тоже как бы это видят, и они видят, что это красиво, и стараются что-то перенять. Потому что, как сказал один мой знакомый архитектор, чем выше забор, тем ниже интеллект. Я вот не могу не согласиться. Хорошее вам заключение. Скажите, вот вы, как я понял, приверженцы низких заборов, да, чтобы это было эстетически... Да, я за живую изгородь или за полное отсутствие забора. У меня на даче забора не будет вообще. А соседи есть? Да. И как они поддерживают? Вы ведь наверняка. Забор – та вещь, которую нужно с соседями согласовывать. Ведь есть общая какая-то сторона, которую можно подойти. У нас, например, соседи с одной стороны, у них есть собственный забор, а все три стороны другие у нас свободны, и там не будет забора. Мы высаживаем растения и собираемся этим ограничиться. И у меня очень много таких примеров. Здорово. Ну, наверное, всегда можно найти компромисс, тем более, что с соседями жить приходится очень порой долго, поэтому нужно договариваться каким-либо образом. Мы поговорили о заборе, мы будем продолжать говорить о дачах, о дачниках, отвечать на ваши вопросы. Мы прервемся на небольшую рекламу и начнем отвечать на вопросы наших радиослушателей, которые, к слову, уже поступают на портал 3377. На него вы можете отправить свои смс-сообщения, а также оставить в комментариях в наших группах ВКонтакте, Фейсбук или Одноклассники. Также свои вопросы мы на них ответим сразу после рекламы. Урожай, сад, огород, добрые соседи, загородный отдых, зеленый газон – это хорошие ассоциации, не добрые. Высокий забор, злые соседи, плохой урожай, вечная повинность, бесконечная стройка. У многих возникают разные ассоциации на слово «дача». Кто-то может назвать себя дачником, а есть такие, кто постоянный гость на чужих дачах, хорошо принимают и делать ничего не надо. Сегодня у нас в гостях эксперты – Эльвира Королева, редактор журнала «Садовый дизайн», и Наталья Гусакова, редактор журнала «Хозяин». Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы. Все, что касается дач, приусадебных участков, дачного ландшафта – это все в рамках нашей сегодняшней программы. Вы можете отправить смс-сообщение, короткий номер для него 3377, а также оставить свой вопрос в наших группах ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Начнем с нашего смс-портала. Вот такой вопрос от абонента, чей номер заканчивается на цифры 5314. Торф для дачного участка полезен? Краткий, лаконичный вопрос. Конечно, если рассматривать его как средство улучшения почвы на участке. Например, если почва бедная, песчаная, то внести какую-то определенную долю торфа никогда не помешает. Тем более, что отдельные культуры, плодовые, например, та же голубика, крупноплодная, садовая, она растет на верховом торфе. Это торф, который имеет кислую реакцию и без которого эта культура просто не вырастет. То есть есть определенные культуры, где торф просто необходим. Да, конечно. И как удобрение это очень полезная вещь. Дачники знают, да, где его брать, где его покупать. Конечно, сейчас продается в любом садовом магазине и можно покупать в больших объемах, заказывая машинами. Это все зависит от потребностей. Следующий вопрос от Владислава. Сколько соток нужно иметь на даче, чтобы разместить все самое необходимое? Это сложный вопрос, смотря чего душа требует. Есть интересное исследование, опять же, наших ландшафтников о том, что самый маленький по площади садовый участок Беларуси занимает всего лишь две сотки. Что там размещает человек, можно только догадаться, об этом мы не знаем. Но популярны садовые участки более 120 гектар. То есть белорусы стали предпочитать вот такие большие размашистые площади. В основном, в среднем, конечно, участки это 12-20 соток. Где-то так. То есть, в принципе, на 20 сотках, как мы уже говорили в предыдущей части программы, можно, ну, не с огромным размахом, но тем не менее уместить все, что пожелаете, да? И детская площадка. Вы знаете, даже на двух сотках можно очень многое разместить. Даже те же плодовые деревья. Потому что сейчас очень много колоновидных, например, сортов тех же яблонь, которые можно посадить рядочком 10 штучек на расстоянии 3 метра. И вы не только получите красивую живую изгородь раз, урожай плодов вкусных, красивых два, и это будет просто очень красиво. И вы будете иметь сад. Угу. Здорово. Который займет очень-очень мало места. Следующий вопрос от абонента, чей номер заканчивается на цифры 45-64. Каждый год сохнут сливы. Что делать? Ну, тут может быть много причин. Прежде всего, нужно посмотреть, какая земля у вас. Если это песок, то совершенно очевидно, что не хватает влаги растению. Поэтому обратите внимание на поливы. И, возможно, не хватает подкормки. То есть, если вы приверженец каких-то органических способов земледелия, нужно обратить внимание на органические удобрения, внести там по осени навоз в приствольный круг, естественно, перепревший, а не свежий, чтобы не обжечь корни. Весной тоже не помешает. И посмотреть, нет ли болезней. Но это может определить только специалист визуально. Вот вы сказали, в зависимости от типа почвы, в зависимости от того, какая земля. А стоит ли нам, белорусам, дачникам, узнать, какая почва у меня на даче? Это обязательно. Без этого вы не сможете ничего вырастить. Потому что есть растения, которые предпочитают кислые почвы. Есть растения, которые растут хорошо на песчаных. Какие предпочитают глинистые. Есть влажные почвы, есть сухие. И в зависимости от этого выбирать ассортимент, который вы будете высаживать. И тогда только можно добиться успеха какого-то красоты и результата. В принципе, у нас в Беларуси такая разбежка по почвам присутствует. Да, она серьезная. Серьезная. А как это узнать? Могу ли я вычитать где-то в журнале, если она такого-то цвета, если она как-то просеивается? Вы знаете, сейчас можно купить в любом садовом магазине индикаторы, которые могут позволить определить кислотность почвы, например. Ну, а песчаная она или глинистая, это можно просто посмотреть самому. Если это почва, когда вы берете ее в кулак и сжимаете в комочек, потом отпускаете, она рассыпается, это, скорее всего, песок присутствует в большом количестве в этой почве. А если она остается камешком таким в руке, то это, естественно, глина. Таких почв у нас в Беларуси большинство. Тяжелые почвы. То есть, в принципе, на сегодняшний момент куда-то ввести свою почву с приусадебного участка на какие-то анализы? Это дорогое, в общем-то, удовольствие, если делать официальный анализ. Да, поэтому вполне можно самостоятельно справиться с этим. Поговорим о теплицах. Многие делают теплицы своими руками, многие приводят в нужный вид теплицы непосредственно то, что осталось с прошлого года. Немножко переоборудовали, натянули пленку. Многие покупают новые теплицы, устанавливают. Удовольствие, наверное, это не дешевое. Вот поговорим о теплицах. Что на сегодняшний момент популярно, что люди спрашивают? Ну, сейчас, наверное, наиболее популярны поликарбонатные теплицы. Это такие удобные в сборе конструкции. Они хорошо выращивают овощи, фрукты. И люди их покупают активно довольно-таки. Это, наверное, самое популярное. А что вот в моем понимании, я не дачник, теплица – это помидоры и перцы? Не только. Вы знаете, сейчас в тепличной культуре выращивают даже виноград. И причем очень успешно получают огромные урожаи. Причем такого удивительного винограда крупного, которого вы порой в супермаркете не найдете. И по вкусовым свойствам он также не уступает? Не уступает. Что еще можно выращивать в теплицах? Возможно, кто-то имеет теплицы, и места там очень много. Помидоры надоели. Ну, если, например, кто-то желает получить раннюю зелень, это прекрасная возможность. Сделать тепличку. Да, и уже с февраля можно высаживать зеленые культуры, салат, редиску, все что угодно. Хорошо. Мы также затронули, по-моему, в первой части нашей программы о том, что арбузы, дыни набирают популярность в наших широтах. Как выращивать эти культуры? Они прекрасно себя чувствуют в открытом грунте, без всяких теплиц. Сейчас уже существует районированная сорта арбузов, дынь, которые выведены и официально признаны уже нашими плодоводами-овощеводами и рекомендованы к возделыванию в нашей полосе. Их можно пробовать и, соответствуя рекомендациям, успешно выращивать. То есть то, что они маленькие? Нет, они большие, они огромные, вырастают очень нормальных размеров и по вкусовым качествам они хорошие, сладкие, поэтому стоит приложить усилия, и результат не замедлит. Просто не дожидаются, наверное, хорошего роста. А сколько нужно времени, чтобы вырастить нормальный полноценный арбуз? Сезон. Целый сезон, да? То есть рассада весной, и затем летом вы получите урожай. Идем дальше. Какие культуры растения лучше не выращивать на приусадебных участках? Что вы имеете в виду? Ну, наверняка, я не говорю про что-то запрещенное. Золотарник, может быть, который распространяется. Нет, но есть ли вот культуры, которые растут у нас, ну, слабо. Собственно говоря, не наши это широты. Но наши дачники, к сожалению, пытаются и выращивают, и выращивают, и говорят, сетуют на то, что, ну, почему-то не растет. Или нет таких культур, которые вот... Вы знаете, пытаются выращивать сейчас, ну, все. Потому что абрикосы в Беларуси выращивают, причем даже в Витебской области. Персики выращивают, причем даже в Витебской области. Арбузы, дыни, как мы уже упомянули, тоже. Поэтому, ну, в общем-то, люди пробуют все, и я считаю, что это правильно. Не узнаем ничего нового, если не будем пробовать. Конечно. Следующий вопрос про виноград. Виноград в наших широтах также мы говорим, что очень хороший. А сегодня это не экзотика. Наверное, у каждого второго дачника растет виноград. Климат так изменился, или все-таки мы как-то стали его выращивать иначе? Вы знаете, климат тоже изменился. Да, это такой серьезный фактор, потому что весна очень ранняя, и виноград раньше пробуждается. Ну и, конечно же, появилось очень много новых сортов. Очень много. Есть северные сорта, рейонированные, которые даже на Дальнем Востоке плодоносят успешно. Это уже не те сорта кислые, вот эти, вы знаете, изабелла, как все ее в народе называют, черненькие, темненькие такие вот маленькие ягодки, которые без гримасы невозможно проглотить. А это действительно такой налитой, красивый виноград, белый, черный, розовый, какой душе угодно. Поговорим далее немножко о ландшафте, если то, о чем я сейчас буду говорить, можно назвать дачным ландшафтом. Гуси-шины, в кавычках. То есть вы понимаете, о чем я говорю. Знакомо, да, печально знакомо. Эти предметы искусства заполонили, наверное, большую половину приусадебных участков и даже встречаются в городской черте. Экологи говорят, что это небезопасно для природы и не всегда у всех получается сделать лебедя из шины. Так вот, есть ли какая-то альтернатива? На самом деле, вредно ли это для природы, для почвы? Давайте поговорим об этом и как можно украсить самому свой дачный участок. Конечно, с точки зрения эстетики, сомнительно использование вот разных бытовых отходов, скажем так. Конечно, шинам совершенно не место и бутылкам, не то что в цветнике на нашем огороде, то есть лучше их утилизировать правильно. Присылают нам очень многие фотографии, да, вот шедевров своих. Вы знаете, ну осуждать нельзя, интересно, любопытно посмотреть на это. То есть человек сделал, сотворил, ему нравится, ну, пожалуйста, имеет право быть. Но мы стараемся все-таки показывать читателям, что есть другие уровни дизайна. Привлекаем дизайнеров, чтобы они показывали, что сейчас в моде. Дизайнеры даже говорят о том, что гномики уже вышли из моды, уже гномиков лучше не использовать, они всячески смеются над этим, когда сотворят дизайн, прощаются с заказчиком. А нет, пожалуйста, нам еще вот расставьте тут гномиков или там какие-то статуэточки, лягушечки. То есть, ну, есть такое стремление к украшательству, да, иногда излишнему. Ну, это можно оправдать, да, очень хочется что-то красивое у себя на участке разместить. А что популярно на сегодняшний момент? Вот какие тенденции прослеживаются? Вот какие фотографии вам чаще всего присылают? Что люди делают своими руками? Вы знаете, ну вот эти вот все украшательства на самом деле уже во всем мире отходят на второй план. Сейчас модные сады в природном стиле, где естественные дорожки, где растения растут такие вот максимально приближенные вот к естественным этим условиям произрастания, которые вот там не спадающие. Они вот смотрятся как дикий сад, как такой вот очень, как продолжение естественного ландшафта. И это, пожалуй, такая мировая тенденция. Следующий мой вопрос. Говорят, что, многие говорят, дача это дорогое удовольствие, и все же, как многие говорят так же, что в защиту дача способна себя окупить. Был бы хороший хозяин лишь. Вот скажите, насколько данное осуждение, кто прав в этом споре? Трудно сказать. Конечно, дача может себя окупить. Люди выращивают и кормят свои семьи, как минимум, плодами своего труда. Но другое дело, кому что надо. Кто-то просто не желает этим заниматься, и он пойдет, купит в супермаркет все, что нужно. Кто-то выращивает это для того, чтобы действительно как-то помочь себе в предстоящем осенью, зимой съесть, не покупать тот же лук, картошку или что-то еще. И еще есть такое очень набирающее силу направление, как выращивание экологически чистой продукции. Очень многие сейчас, имея огромный выбор в магазинах помидоров, огурцов и всего прочего, хотят вырастить свое чистое. Потому что не секрет, что все это выращенное промышленным способом, оно напичкано удобрениями, средства защиты растений применяется. Соответственно, оно все-таки несет на себе следы всего этого. И люди хотят вырастить для своих детей, для своих внуков плоды чистые. То есть это не только у нас, это точнее у нас уже появляется, а во всем мире это набрало большую силу, и органическая продукция сейчас на пике популярности. И существует целая государственная программа в других странах, которая поддерживает фермеров, которые занимаются выращиванием органической продукции. То есть нельзя сказать, что все то, что выросло на моей даче, является экологически чистой продукцией. Нет, потому что частник тоже может безграмотно внести удобрения и неправильно применить какой-то инстинктицид и нанести вред продукции. Для этого нужны какие-то такие сверхъестественные знания агронома? Нет, конечно, не сверхъестественные. Просто нужно элементарно даже прочитать инструкцию, когда ты покупаешь какое-то средство защиты, если уж ты его применяешь. Когда вносить и в каких дозах. Это очень важно. Чаще, наверное, дачники думают, ай, добавлю чуть-чуть побольше, лучше больше вырастить. Да, вот это очень плохо. Лучше этого не делать. Как вы с этим боретесь? Мы с этим не можем бороться. Это люди, когда выращивают для себя, они должны понимать, что это их. И поэтому они делают это для себя. И не надо себе вредить просто. Мой следующий вопрос не секрет. Многие также узнают об этом из интернет-ресурсов, из страниц-журналов. Существует множество современных технологий. Да, там, полив, который включается в определенные часы. Можно настроить программу. Умное освещение. Насколько это имеет распространение у нас в стране? И насколько это на сегодняшний момент доступно? На рынке есть все. Вопрос в финансовых возможностях. А что мы можем привести из примеров таких, из каких-то современных технических средств, которые можно применить на своей даче, купить, оборудовать, и это реально принесет какую-то выгоду? Вы знаете, например, система полива сейчас в состоянии сделать любой дачник. Вот эти специальные трубы, которые для этого предназначены, они продаются, и они не очень уже так и дороги. Поэтому обустроить их, прочитав соответствующую литературу, может любой. Поэтому полив уже как минимум можно сделать. Итак, следующий вопрос. Есть также живность на даче. Кто-то привозит с собой собаку из города, а кто-то, вот, к примеру, моя мама мне недавно сказала о новостях из моей семьи, тетя на даче решила завести кур. Она купила несколько кур, петушка, и хотя живет она постоянно в городе, но, тем не менее, дачный сезон, это дачный сезон, и больше времени, естественно, она проводит там. Насколько это также на сегодняшний момент актуально? Многие ли дачники на дачный сезон заводят, ну, скажем, кур, а может быть, каких-то других животных? Да, сейчас домашняя ферма приобретает популярность. Многие выращивают и кур, причем достаточно породистых выбирают. У меня есть знакомые, которые даже в черте города Минска этим занимаются. Тут, конечно, есть вопросы, мешаем ли мы соседям, но если все делать грамотно, то почему нет? А сколько нужно потратить сил для того, чтобы организовать это на сезон? Имеет ли это какую-то целесообразность? Понятное дело, что для дачника он не все время там проводит на даче. Ну, если он там все время не проводит, то это явно нереально, потому что все-таки растения можно, конечно, не полить, вернуться, если повезло, прошел дождик, то повезло, а животное все-таки нужно кормить и ухаживать за ним. Это посложнее. Вопрос смс-портала 3377. Как защитить свою дачу от грабителя? Ну, надежные замки всегда были хороши в этом плане. Ну и сейчас же и сигнализацию можно устанавливать, и многие этим пользуются. Спасибо. У нас очередной небольшой перерыв. Мы вернемся после рекламы. Я напоминаю, что нам можно задавать вопросы. 3377 номер для ваших вопросов, а также наши группы ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассниках также доступны. Там вы в комментариях также можете оставлять свои вопросы. С вами по-прежнему Максим Островский. Девушка, обвешенная сумками с рассадой в руках обязательно, которая проталкивает себе путь, занимает место в электричке, приходит заранее. Вот опишите портрет современного дачника. Кто ваши читатели, кто отправляет к вам письма, кто люди, кого мы называем дачниками? Опять же, обобщать здесь очень сложно, но по моим наблюдениям, дачника сейчас очень молодое лицо, потому что на смену вот нашему взрослому поколению все-таки приходит молодежь, которую также интересуют сады. Ребята возвращаются в деревню, на село. Сейчас очень популярно фермерство, очень много молодежи возвращается в эту сферу. И на участках, я бы сказала, что, может быть, и руководят всем старшие люди, но все-таки исполнять приходится молодежи. Дополните. Вы знаете, сейчас даже специальные магазины есть, такие гламурные для дачниц. Там красивые перчатки такие с цветочками, и с листочками, и всяческая одежда, цветные сапожки. Так что на даче можно и принарядиться на грядке, не только пахать. Так, и далее, если проводить какой-то срез среди ваших читателей, ну, вы видите дачную аудиторию, вы общаетесь с этими людьми, да? На сегодняшний момент все-таки произошел ли какой-то перелом? Больше все-таки тех людей, которые только газон, и никакой работы мы не сеем грядки, либо тех, кто только грядки, и давайте использовать эту территорию, не каким-то бесполезным газоном засеивая, а по полной, чтобы отрабатывало это? Вы знаете, это что-то среднее, я бы сказала. То есть нет такого сейчас, что только вообще ничего не хочу делать. Люди хотят и отдохнуть, и какую-то практическую пользу получить. То есть это такой, какой-то такой средний вариант. Это была программа «Полезный диалог». Сегодня мы говорили о дачах, о дачниках, о дачном ландшафте. Меня зовут Максим Островский. У нас в гостях были эксперты в дачной отрасли, можно сказать и так. Эльвира Королева, редактор журнала «Садовый дизайн», и Наталья Гусакова, редактор журнала «Хозяин». До свидания. Полезный диалог. Каждый будний день.